Кошмарные миры Герберта Уэллса Что есть человеческие года? Просто время. Или череда взлётов и падений. Эдвард Джордж Идден. 21 год. Врач. Мой ученик. Из университетского колледжа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несомненно, способный и трудолюбивый молодой человек с блестящими перспективами, но на сегодняшний день гол как сокол. Это случилось в первый вторник мая, когда он собирался отнести свои башмаки в починку. Он встретил того, с кем ему предстояло теснейшим образом сплести свою жизнь. Приветствую, мистер Идден. Здравствуйте. Вы застали меня врасплох, сэр. Я исполняю свой долг. Думаете, что это за чёрт такой, да? Я ваш друг, уверяю вас. Я друг. Где бы нам поговорить? Я человек старый, очень старый, и мне весьма тяжело долго стоять. Простите, у меня не прибрано. Да и вряд ли вы привыкли к такому. Знаете что, давайте позавтракаем где-нибудь вместе. Я изложу вам своё дело. Весьма выгодное дело. Дело? Я даже не знаю. Идёмте. Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения. Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы, крупные выигрыши, мгновенные выплаты. Теперь и мобильная версия. Замечательное место. Уверен, вы его ещё долго будете вспоминать. Еда здесь превосходная. Жаль, что я уже не могу в полной мере ей наслаждаться. Прошу, ешьте. Ешьте. Как видите, мистер Идден, я человек старый, очень старый. Думается мне, что я прожил достойную жизнь. Пусть многие уже и не вспомнят моего имени. Но я уверен, что вы вспомните. Эгберт Элвишем. Элвишем? Вы же философ. Конечно же. Ваше имя мне известно ещё со школьной скамьи. Для меня это большая честь. Мой врач говорит, что в скором времени я покину этот мир. Случилось так, что у меня есть деньги. И то, что мне действительно нужно сейчас, это наследник. Наследник? Молодой человек, достигший 21 года. Честолюбивый, здоровый телом и духом. Бедный, но сообразительный и целеустремлённый. Вы, мистер Идден, могли бы получить всё, что у меня есть. Вы могли бы вырваться из зло на нищеты. Безопасность, свобода, влияние. Но, 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 но скажите, почему именно я? Вы, мой друг, удовлетворяете всем моим требованиям. Но я, конечно, поставлю условие. Моему наследнику придётся принести кое-какие жертвы. Какие, например? Жертвы, вам придётся изменить своё имя и стать Экбертом Элдишем. Нет. Нет. Нет, после смерти моих родителей у меня только и осталось, что имя и фамилия. Я понимаю. К сожалению, мой наследник должен принять моё имя. Но я не бессердечен. У меня есть ещё две кандидатуры на эту роль. И... Прошу, прошу, простите мою дерзость. Если вы выберете меня, то я, конечно, приму ваше наследие с вашим именем. Благодарю. Но сперва необходимо пройти несколько весьма утомительных всесторонних медицинских обследований. Я должен убедиться в вашем физическом и душевном здоровье. Я завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, потратить его будет другой. С белой завистью. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Даже после оформления страховки, несмотря на то, что Идан уже принял имя Элвишема, старик все еще медлил со своим решением целых две недели. Мистер Элвишем, все в порядке? Ну, разумеется. Все просто великолепно. Сегодня я составил новое завещание, по которому совершенно единолично вы наследуете все мое состояние, мистер Идан. Или, быть может, следует говорить мистер Элвишем? Я буду теперь иметь честь носить ваше имя. Ну же, идемте. В эту знаменательную ночь вы должны отобедать со мной и отпраздновать ваше приобщение. И недолго вам придется дожидаться наследства. Сколько в вас жизненной силы! Ну, благодаря вам. У меня есть будущее, которому можно позавидовать. Зато у вас есть прошлое, полное чести и исключительности. Такое прошлое определенно стоит моего будущего. Но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы? Вместе с вашими достоинствами? Несомненно, сэр. Быть может... Кюмель! Ликер с легкой горечью тмина и риса. Однако... Так... Что это? Маленький обращик моей мудрости. Сделан по моему собственному рецепту. Одна щепотка... И кюмель превратится для вас... В райский напиток. Нет, простите, но я... Я никогда не прикасался к таким вещам. Бросьте. Если это не опасно для человека моих лет, то что может случиться со здоровым молодым человеком вроде вас? За ваше приобщение. Но... Но я не... Я... За долгую жизнь. За долгую жизнь. С первого же глотка в голове Идона началась страшная путаница. Я хочу поблагодарить... Вы симпатичный молодой человек. Готов поспорить, что от девушек отбоя нет. Не то чтобы... Поймите правильно. Это не лучшее место для знакомства с девушками. Этот медицинский университет. Неудивительно, что они все убиваются вокруг философов. Но сейчас с вашим наследием все будет абсолютно иначе. Я обязательно найду хорошую женщину. Не спешите, друг мой. У вас будет столько женщин, сколько захотите. Телесное удовольствие можно получить не только с женщиной. но и с мужчиной. Почему бы и не? Почему не испробовать все наслаждения, что жизнь готова нам предложить? Мне пора, мне пора. Все минут двенадцатого. А сегодня я должен... У меня голова будет раскалываться завтра утром. Перед сном примите этот порошок. Тот первый был наркотик. Да. Спасибо. Спасибо. Он проясняет голову. Вот и все. Только запомните. Примите порошок только перед самым сном. Прощайте, мой юный друг. Да. Прощайте. Ах, да, конечно. Странно, что я об этом забыл. Прощайте, мой юный друг. Прощайте, мой шум. Прощайте. Прощайте. И в тот же момент он как будто бы очнулся ото сна Его разум успокоился И некоторое время он даже не знал, где находится Доброе утро, мистер Элвишем Я не... я не Элвишем Я Идан Прошу прощения, сэр Я не Элвишем, я Идан Я Идан Я не Элвишем Я Эдвард Идан Я Идан Я Идан Я Элвишем Хотя она совершенно не мог объяснить, что произошло Эдвард Идан, заснувший в своей собственной комнате 21 года от роду, проснулся на следующий день в доме Экберта Элвишема В теле 80-летнего старика В теле Экберта Элвишема Вы головой не ударялись в последние дни? Не падали? Нет, ничего подобного Слушайте, меня зовут Эдвард Идан Вас зовут Экберт Элвишем А вашего дворецкого, Харрис, или вы его имя тоже забыли? Я ничего не забывал, я никогда не знал этого Хотя, гематом нет Может, вы выпивали? Ну, было шампанское, ликер Слушайте, я понимаю, что вы не знаете, кто я такой Экберт Я ваш личный врач Последние 30 лет Нет, да, послушайте Я знаю, что выгляжу как Элвиша Даже голос похож на него Но мое имя Эдвард Джордж Идан Мне 21 год Я студент-медик Я впервые познакомился с Элвишем всего пару недель назад Что скажете, доктор? Боюсь Шизофрения, как и было сказано Думаю, будет лучше, если он будет оставаться у себя в комнате Конечно Идану стало понятно Так же, как он был сейчас заперт в теле Элвишема Так и сам Элвишем находился в его теле С новыми силами И новым будущим Ты великолепна, милая Это ты великолепен С новыми силами Эй Кто-нибудь 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 И только сейчас Иден узрел гениальнейший план Элвишева. Он нашел тракты по теоретической математике, химии и психологических аспектах памяти. Иден был уверен, что секрет ужасного переселения умов был где-то среди записей Элвишева. И он был прав. Ответ действительно был там. Но чтобы отыскать его, не хватило бы и всей жизни. А у Идена больше не было этого времени. Вот такой маленький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы, крупные выигрыши, мгновенные выплаты. Теперь и мобильная версия. Помнишь, ты обещал мне купить тот браслет? Для тебя всё, что угодно, моя дорогая. Но сперва... Вернёмся в гостиницу. А мы успеем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня полно времени, дорогая. Я знал, что ты будешь здесь. Что, простите? Не возражаете, если я присоединюсь? Два бокала, пожалуйста. Как грубо. Похоже, старик спятил. Вот так и сходит с ума. Как давно вы переходите из одного тела в другое? И теперь вы обманули меня. Да, простите, но у нас здесь весьма интимный разговор. Вы, сэр, мерзкий вор. Вы украли у меня мою жизнь. Что вы несёте? Я никогда в жизни вас не видел. А теперь вы выпьете со мной. С какой-то стати. Пей, пусть ты проклят. Не нравится мне всё это. Пойдём, дорогая. Мы же хотели купить браслет. И в порыве гнева Идон уничтожил свой единственный шанс на спасение. Каково это? Быть молодым, преисполненным жизненных сил, энергии и желаний молодости, а потом внезапно пронестись через всю жизнь в глубокую старость. Осознавать, что ты молод, но заперт навсегда в теле старика. Но вообще, быть может, так и происходит, когда люди чувствуют, что приходит их срок. Если любовь – эмоциональная необходимость, то искусство должно быть его ближайший друг. Мистер Алик Херрингей, художник, портретист. Поддержимый этим самым губительным и прекрасным из земных талантов. Алик собирался поступить на курсы при Академии, но всё продолжал проводить большую часть времени в безуспешных попытках вдохнуть хоть крупицу жизни в портрет святой Екатерины. Ерунда. Спонсор показа – вулканделюкс.ком. Правильные автоматы, крупные выигрыши, мгновенные выплаты. Теперь и мобильная версия. Алик? Я ложусь спать. Спать? Боже, я и не обратил внимания, что уже так поздно. Уже, мой дорогой. Ты так много трудишься. А кто это? Ну, в смысле, почему именно она? Святая Екатерина, покровительница художников. А что с ней случилось? Она не смогла. Чего? Она не смогла стать тем, чем должна была. Вступительная работа для Академии должна быть потрясающей, необычной, а не такой. Но, Алик, она очень даже ничего. Нет, не ничего. В ней совершенно нет творческого порыва. Я хочу взять холст, краски и сотворить женщину, как Господь сотворил Адама из красного дуба. Если бы ты встретила ее на улице, что бы ты подумала? Алик, ты потихоньку сходишь с ума. Я знаю, прости. Ты права. Наверное, я слишком много работаю. Идем спать? Алик, я не знаю, прости. Милый, в чем дело? В следующие пару дней Алик предпринял еще несколько попыток. Посмотрим, получится ли в этот раз. Твое изящество и неземная красота покорят Академию. Но, к сожалению, лицо святой Екатерины так и не покорялось. Ты... Ты это все нарочно. Ты... Ты играешь. Играешь со мной. И не думай, что я не слышу, как ты смеешься надо мной. Я еще доберусь до тебя. Алик, ты смотрел на часы? Уже почти полночь. Алик, ты всю ночь будешь рисовать? Да, если будет нужно. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь... Художник не выбирает, когда ему работать. Выбирают за него. И сколько ты уже работаешь с тех пор, как в последний раз продал хоть одну картину? Что? Твоя работа совершенно не приносит денег. У тебя даже чувство юмора страдает. Тем временем наши долги растут. Прошу, дай мне поработать. Прошу, дай мне поработать. Докатись, она все к чертям. Она такая же святая, как я. Какие у тебя сильные руки. Что это? Я уже давно хочу с тобой поговорить. Мы так давно смотрим друг в друга в глаза. Я не могу больше терпеть. Кто ты? Кто ты? Ты жаждешь запечатлеть? Святая Екатерина. Я видела твои старания. И я пришла вдохновить тебя. Тяжело, наверное, жить с Изабель. Я видела, как она обращается с тобой. Она не знает, что значит быть художником. Верно. Изабель совсем не ценит искусство. Вообще, она, похоже, не понимает, что я... Гений? Ну, возможно. Этот риск неотвратим. Что гения могут и не признать. Но, тем не менее, я в силах помочь тебе. Помочь мне? Как же? Я помогу тебе создать величайшее произведение искусства. Его будут признавать повсюду. Оно встанет наравне с работами мастеров. Никто никогда больше не поставит под сомнение твою гениальность. Даже глупенькая маленькая Изабель. Твое имя останется в веках. И взамен я прошу Лишь твою душу. Но Душу Я не знаю. Изабель не заслуживает тебя. Она не заслуживает твоих поцелуев. О, Алик. Что случилось? Силаясь, любовь моя. Что? Нет. Остановись, остановись. Нет, не надо. Подожди. Убирайся. Твою картину будет знать весь мир. Алик. Нет, пожалуйста. Не надо. Грунтовка? Нет, ты не посмеешь. Алик. Алик. Алик, ты снова рисуешь всю ночь? Так рехнуться недолго. Алик, тебе нужно отдохнуть. Изабель, я люблю тебя. Пойдем. И еще два дня Алик не заходил в студию. Алик. Алик! Продолжение следует... Продолжение следует... Вы начинаете с самой крупицы и надеетесь, что вдохновение придет. Так всегда и бывает. Неужели? В конце концов... Сможешь ли ты вновь сесть за чистый холст? Да уж. С каждым разом все тяжелее. Помни о моем предложении. Ты сможешь сотворить неоспоримый шедевр. Ты сможешь запросить за него любую цену. Ты с легкостью расплатишься с долгами. Ты просишь слишком много. Отдай мне свою душу, и твой творческий дух будет жить вечно. Твоя работа будет вдохновлять многие поколения. Да. Да. Неужели сейчас ты не чувствуешь вдохновения? Я... Я... Я же подходил к портрету совершенно неверным образом. Я знаю, что нужно делать. Благодарю. С момента, как Алик Херрингей продал свою душу в обмен на шедевр, его разум полонился поистине великолепными идеями. Он готовил серию картин, которые никогда не отваживался написать, а его техника прогрессировала семимильными шагами. Алик, я тебя уже несколько дней не видела. А чего тебе надобно? Увидеть тебя? Услышать твой голос, узнать, что... Ты не забыл о моем существовании? Я занят. Разве не ясно? Слушай. Это не похоже ни на что, что ты когда-либо делал. Похоже, будто... Будто что? Будто это работа другого художника. Я ушел... далеко вперед. А теперь оставь нас. А нас? Оставь меня. Разве ты не понимаешь, это мое творение? Оно красивое, Алик. Но оно погубит тебя. До поступления в Академию осталось всего неделя. И сейчас мне дорого каждое мгновение. Я должен закончить. Мне нельзя терять времени. Да будь ты проклят, Алик. Разве ты не видишь, что с тобой происходит? Ты теряешь рассудок. Ради всего святого. Можешь ты отойти от холста хоть... хоть на час. Прошу. Прошу, оставь меня в покое. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok И теперь, наконец-то, никто не мог потревожить Алика День проходил за днем, и он не чувствовал ни голода, ни жажды А спал лишь у рыбки Но зато он точно знал, что оставит свой след века Мэгдали Пейсер, дом Веллингтона Садитесь Он отправился в академию, уверенный в собственной гениальности Но Алик просто не мог наглядеться Не та Это не та В чем дело, сэр? Не в чем, просто нам нужно развернуться Едем назад Понятно? Как? Как же я мог взять не тот холст? Не мог Что? Есть только один холст Ты писал поверх него, разве не помнишь? Ты писал поверх меня? Мой шедевр Что ты с ним сделала? Я забрала то, что мое по праву Нет! 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 Вы там в порядке? Да Нам нужно назад Да ладно, ладно Хотя, погодите Лучше поезжай в академию Ну уж, как скажете На, пошла Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы Крупные выигрыши Мгновенные выплаты Теперь и мобильная версия Как вы себя чувствуете? Я Я Пейте, пейте Его Больше нет Вам он все равно Больше не пригодится Но Но как Я Я художник В таком случае Советую научиться рисовать Другой рукой Господи Хотите, чтобы мы сообщили Кому-нибудь? Нет В любом случае Сейчас вам нужно отдохнуть Я приду к вам попозже Очень жаль Твою руку Ты Разумеется, ты узнал меня Я твое вдохновение Чего ты хочешь? Мы заключили договор Но Ты ведь создал шедевр, разве не так? Но он погиб Вовсе нет Балатна уцелела А сейчас она висит в Королевской Академии Уверена, они не будут сомневаться В гениальности его автора Но ведь я не смогу больше писать А мне какое дело? Я потерял все Даже бедную Изабель Нет, нет, это тоже не мое дело Прошу, не надо Я лишь хотел создавать прекрасное Ты хотел лишь славы Нет, нет Это все было ради искусства Ты сделал свой выбор А теперь твоя душа принадлежит мне Прошу, не надо Но вот незадача Где же она? Я искала здесь Но ничего не нашла Прошу, оставь меня А теперь? Теперь поищем Оставь меня Пока не найдем Иногда художник творит, не вкладывая в свое произведение души Он пишет беспорядочно и безответственно, без капли вдохновения В надежде, что хоть искорка из его души попадет на холст Но иногда Иногда души не остается Никто не приводит ученого в ярость сильнее, чем мнение, слегка противоречащее его собственному Профессор Мэттью Покинс Уважаемый энтомолог Профессор Пол Хэпли Также уважаемый энтомолог Конкретная группа листовых минеров Группа микролибидоптеры На мой взгляд, должна быть расширена Она должна включать в себя Нептикулиду Или карликовую моль И Многие считают научно-исследовательский мир Счастливой семьей Члены которой мирно работают сообща Это не так Началось все с серии мелких разногласий Если внимательно вчитаться в непродуманную работу профессора Покинса Можно понять, что его микроскоп имеет те же дефекты, что и его наблюдательность А его система каталогизации волшебно нелепа Покинс и Хэпли Между ними шла война Бабочка Джентльмены Профессор Покинс Могу я сделать комплимент Ваш адрес, профессор Хэпли? Очень освежает присутствие человека Столь непринужденно относящегося к фактам Вероятно, в вашей работе элемент фантазии был неизбежен Я был бы счастлив остаться И поправлять вас до самой ночи Но мне нужно вернуться к написанию следующего труда Ничто так не добавляет уверенности в себе, как смех Когда в 1891 году Покинс опубликовал труд о мезобласти бабочки «Мертвая голова», его здоровье уже было неважно В конследствии чего Уровень работы был на порядок ниже обычного Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы Крупные выигрыши Мгновенные выплаты Теперь и мобильная версия Он упоминает, что Пупари линяет четыре раза перед трансформацией И этот непутевый коллекционер хочет, чтобы мы поверили, что ночная бабочка «Мертвая голова» покрывается этой личиночной кутикулой Пепли опубликовал разгромный обзор на исследовании Покинса Пепли не оставил ни одной лазейки Вместо этого он осрамил Покинса Мир энтомологов, затаив дыхание, ожидал ответа со стороны Покинса «Мертвая голова» 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 Субтитры создавал DimaTorzok После смерти Покинза, Пепли стал неоспоримым авторитетом в своей области. Никто не равнялся с его статусом. Он мог публиковать свои исследовательские работы вне какой-либо конкуренции. В глубине души Пепли не мог простить Покинзу его смерти. Его работа протекала тяжело. Стени и работа не занимали его. Шах. Я не боюсь признаться, что вражда продолжалась по инерции. Естественно. Не то, чтобы я испытывал чувство вины. Вины? По поводу Покинза я не чувствую себя виноватым. А почему должны? Вот именно. Я не виноват, но я чувствую... Чувствую себя неспособным сосредоточиться на работе. У вас уже случались такие периоды? Никогда. 20 лет подряд я работала ежедневно с микроскопом, скальпелем, сеткой для ловли насекомых и пером. А теперь у вас отпуск. Верно. Я начинаю подумывать, что... Меня интересовала не энтомология, а желание доказать неправоту Покинза. А теперь Покинза нет. Понимаю. Разумно регулируемая вражда иногда помогает достигнуть небывалых высот. Да, но... Я беспокоюсь, что теперь... Я не способен на достижения. Иногда человек должен отдыхать телом и духом. А что же вы, Морд? Вы отдыхаете от обязанностей? О, да. Да. Например, сейчас. Шах и Морд. Успеем сыграть еще раз, если пожелаете. Шах и Морд. Новый вид Новый вид Новый вид Хепли обыскал весь дом, но не смог найти бабочку Это был новый вид И это в Англии Да? В этом самом доме Только это и могло вновь разжечь во мне страсть к предмету Да, сегодня вы больше походите на себя Как жаль, что вы не смогли дать ей название Верно, верно Но я видел один экземпляр И потому уверен, что увижу и другой Если бы только Покин смог видеть мой триумф Шах В этот раз попадёшься Идёшься КОНЕЦ Боже Покинс В течение недели Профессор Хепли видел неизвестную серую бабочку пять раз КОНЕЦ Он не сумел поймать её И оставил попытки Он знал, что не поймает И она не принесёт ему счастья Но и покоя тоже Что стряслось с вашей головой? Это несчастный случай Я споткнулся А ковёр? Да, ковёр Нужно быть осторожнее У нас только одно тело В отличие от ваших бабочек и мотыльков Мы не можем выбраться из куколки И начать жизнь заново Кстати, о новой жизни Интересно Вы когда-нибудь Размышляли Хоть немного на тему Реинкарнации? Нет Не размышлял Но возможно ли, что человек Прожил свою жизнь Скончался А потом вернулся в теле другого существа? Нет Думаю, нет Думаю, это маловероятно Менее вероятно, чем воскрешение Христа? Да, намного менее вероятно Что такое? Чёртова бабочка Где? Вот Где? Вы Вы не видите бабочку? Видите? Вот она Нет, не вижу Вера видит не лучше, чем наука Не понимаю вас Хепли начал думать, что бабочка была всего лишь галлюцинацией Результатом умственного перенапряжения Это он мог бы понять А также побороть Он твёрдо решил выбросить бабочку из головы Ты Бестелесный фантом Продукт Химического дисбаланса в мазку Ты побочный эффект Исвращенный скорбь Но ты не настоящая Хепли успешно игнорировал Насекомое Пока однажды Не почувствовал его прикосновения Оно было холодным Липким Щекочущим К вам пришёл отец Мортон, профессор Принести вам чаю Как пожелаете Сэр Можете идти Простите за моё вторжение без предупреждения Но я не мог поверить в то, что с вами снова случилось несчастье И так скоро после предыдущего Верно Видимо, вы сильно упали Да Невероятно Как это случилось? Это был тот ковёр Ковёр? Ковёр Вы могли убиться Не отказался бы Извините Я поправлюсь, моя нога скоро заживёт Не смею вас больше задерживать Вы легко могли погибнуть Это было бы предпочтительно Предпочтительно чему? Преследованию призраками Призраками? Призраками, призраками, вы поняли? Не понял Это он Он здесь Кто? Профессор Покинс Покинс? Что вы говорите? Он же мёртв Он хочет наказать меня Он не успокоится, пока не уничтожит меня Слушайте, я... Не понимаю, о чём вы, но кажется, нужно вызвать полицию Если хотите, я... Нет, нет, нет Нет Просто уходите, пожалуйста Ну Надеюсь, вы скоро поправитесь Если я могу... Уходите Нет Тебя там нет Тебя не существует Ты не настоящая Нет 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 Боже Нет 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 Это не обязательно Мы должны быть в безопасности, профессор Откройте глаза Нет 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 Вы не можете Нет Вы не можете Не можете Доктор был болван Недавно, квалифицированный как врач общей практики, он был невеждой психиатрии Он просто сказал Хэпли, что никакой бабочки нет, и оставил всё как есть Это призрак Покинза Это призрак Покинза Единственный экземпляр Тяжело поймать Эй Эй Профессор В чём дело, профессор? Я могу вам чем-то помочь? Нет, бабочка, отойдите от меня Пожалуйста, профессор, скажите, как вам помочь Нет Профессор, пожалуйста Пожалуйста Доктор Пол Хэпли закончил Оксфорд с отличием Он был членом сообщества энтомологов И заработал международную репутацию замечательного исследователя Опубликовал три высоко уважаемых труда Но, в конце концов, директор клиники для душевнобольных Признал его потенциально опасным и для себя, и для общества Комната была очень мала Явно недостаточно велика для двоих Нет! Любовь Она важнее всего Важнее славы, богатства и знаний Но, как и всё другое, её можно разрушить Джеймс Кумс Лавочник Его жена, Эвелин Когда-то они любили друг друга, но теперь Между ними осталось лишь неприязнь Моё терпение не резинное Мне есть что сказать Я говорю, а она не слушает Любой, кто встретил бы его в тот воскресный вечер, удивился бы Узнав, что Кумс обычно был тихим человеком Она падка до развлечений Многословно Неверно Убить кого Убить кого Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы Крупные выигрыши Мгновенные выплаты Теперь и мобильная версия Она мне непризнательна Словно я этого не заслужил Я такой наивный, а она тратит все мои доходы Странно, что я её ещё не убил КАКАКу Убить? Применда Убить кто-то Убить Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Воскресенье началось вполне сносно Должно быть это Дженни и ее кавалер Ты пригласила Дженни? Да Ты меня не предупредила Разве? А я думала предупредила Входите, прошу Здравствуй, Эвелин Черт возьми, Дженни Дженни, какая прекрасная шляпка Не правда ли, Эвс? Все остальные разобрали Добрый вечер, мистер Кумс Добрый вечер, Дженни Это мой приятель, мистер Клинт Добрый вечер, мистер Кумс Джим? Убери это, пока я буду за гостями Нахалка Дженни Приходит без приглашения С фронтоватыми кавалерами И в кричащих шляпах А я ответила Это не самая божественная шляпка И он купил мне самую дорогую Как мило с вашей стороны Я знаю Джим Может, пойдем за покупками на выходных? У тебя уже есть три шляпки, Эви По-моему, достаточно Леди должна выглядеть безупречно Верно Воскресенье Воскресенье Опять что-то не так? Осторожнее со стулом Он не приспособлен к тяжести Не волнуйся за тяжести Людям развлечься нельзя Вам неприятно поразвлечь себя музыкой Воскресенье, мистер Кумс? Верно Можно узнать, почему? Потому что мне это не подходит Я не против разумных развлечений Но не буду слушать будничные мотивчики Воскресенье в этом доме В жизни не видывала таких, как ты Ты так изменился, когда мы поженились Я бизнесмен Я должен изучать свою коллекцию Если ты не хочешь ее изучать Зачем ты вышла за меня? Непонятно Ты стал таким жестоким И чопорным Да забудь, Джим Продолжай, Дженни Сказал же, я этого не допущу Ну-ну, без насилия Да вы кто такой? Я Нареченный Дженни Мне плевать, кто вы Джим Тебе должно быть стыдно оскорблять своих гостей Они не мои гости Убирайтесь Уходите Ну Давайте убирайтесь Ты не можешь так говорить Оставайтесь здесь Тебе всегда рады в этом доме Дженни И тебе, Кларенс Спасибо Приступим Все, что у него осталось Разочарование и одиночество Кумс начал понимать Что хочет не смертью Лучше я убью себя Я повешусь Да На дереве Почему бы не я? И здесь, и сейчас У-у-у-у Вполне съедобно Я не знаю Я не знаю Девушки отдыхают Уж очень горяч Он только и думает, что о своей ловчонке Соберу я компанию или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, сейчас же недовольство Бережливость, видите ли, борьба за существование Если мужчина ценит женщину, он должен быть готов приносить для неё жертвы Ты зря за него вышла, как и говорила твоя мать Я должна была предвидеть это, Дженни Если бы не мой отец, у нас бы даже не было свадебной кареты Боже, до этого дойти Я не стану и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить на широкую ногу Какой крик он поднимает за денег Наступает на меня с книгами, да со счетами Чуть не плачет Постоянно просит меня поработать в лавке, помогать ему Если бы хотел жениться на рабочей, так и женился бы Вместо уважаемой Он тебя не заслуживает, и это факт Он маленькое ничтожество Ничтожество? Это точно Ничтожество Маленькое ничтожество Перестаньте Сыграй ещё разок, Дженни Да, продолжай, Дженни Сыграй Он ничтожество Маленькое ничтожество Маленькое ничтожество Съев грибы, которые он посчитал ядовитыми поганками Джеймс Комс сумел покинуть этот мир Но он был абсолютно неподготовлен к странным и рациональным измерениям нового мира Который случайно попал Это были не ядовитые поганки Я вёл себя так грубо Всего лишь потому, что они хотели развлечься Они ведь были правы Думаю, до этого момента Я был очень Несчастен Но больше я не буду грустить Нет Спасибо за прекрасные булочки, миссис Комс Всегда рада Было очень весело пить песенки Очень Сожалею о том, что произошло Ты не обязана с этим мириться, ты же знаешь об этом Конечно знаю Мириться с маленьким букой Мистер Кларенс Вот и он Уходит как лев, а возвращается как ягнёнок Джим Эви Эви Джим Выглядишь как в день нашей встречи Только старше Он пьянк Мы уже уходим, мистер Кумс Спасибо за гостеприимство Уверена, что вам пора Боюсь, что так, мистер Кумс Идём, Кларенс Надеюсь на скорую встречу Пока, Эвелин Нет Останьтесь, останьтесь Спойте ещё Съешьте поганку Очень вкусно Не хочется Мой дом Я здесь хозяин Ешьте, что вам дают Пожалуйста, Джим Джим Перестань это делать Стой, не уходи Он спятил Сошёл с ума Давайте Пойте Миссис Кумс Пой же Пой Ладно Хорошо Попивайте, мистер Кларенс Мы должны веселиться Потанцуем? Что? Давайте танцевать Нет Нет, 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 нет Пожалуйста, мистер Кумс Мы оба занятые люди Слишком занятые для веселья Слишком Но это неправильно Мы не должны быть слишком заняты Мы должны летать И сверкать Сверкать Прекрасно Как бабочки Потанцуем ещё Давайте танцевать Танцевать Нет Эвелин полагала, что Кумс Вёл себя так Из-за алкогольного Опьянения И он не стал Я не стал её Разубеждать Конечно Их отношения Сгладились На несколько дней Не знаю, что и сказать Уверена в этом Может, лучше Ничего и не говорить Но совсем скоро Всё вернулось На круги своя Как бы то ни было Побывав в раю Кумсу было тяжело вернуться К привычной жизни Красный гриб Сезон Поздняя весна Естественная среда Лесная Галлюциногенная Теперь Кумс понял Он был жертвой Передозировки Он считал Что точные расчёты Помогут ему Вычислить правильную Дозу Дозу Которая дала бы ему Почувствовать Лёгкий намёк На то блаженное чувство Что он так желал Снова ощутить Субтитры создавал DimaTorzиноген Субтитры создавал DimaTorzиноген Его отношение к миру поменялось Он стал мягче Он стал мягче и добрее Хрустящая булочка Спасибо, мистер Кумс Держите Случайные ошибки в расчётах Были неизбежные И ему приходилось терпеть последствия Пахнет вкусно Это просто суп Принесу вазу Спонсор показа Вулканделюкс.ком Правильные автоматы Крупные выигрыши Мгновенные выплаты Теперь и мобильная версия Что ты за существо? Субтитры создавал DimaTorzиноген Чёрт Чёрт Многие желают жить в состоянии постоянного блаженства Многие пытались создать собственную страну чудес Но лишь немногие способны жить там вечно Ведь в конце концов Варвары всегда туда явятся Субтитры создавал DimaTorzиноген КОНЕЦ